Здравствуйте, меня зовут Лукман Аль-Хаджи, я студент третьего курса кафедры русского языка университета Дамаска. У меня такой вопрос, что означает слово ловилась и откуда оно появилось? Спасибо. Здравствуйте, уважаемые зрители. В 1748 году английский писатель, основатель сентиментализма, то есть чувствительного направления в литературе Сэмюэл Ричардсон издал роман «Клариса или история молодой леди». В нем рассказывалось о добродетельной 16-летней девушке Кларисе, которую коварно соблазняет и губит распутный красавец-аристократ Ричард Лавлейс. Роман имел огромный успех во многих странах, в том числе в России. На русский язык книга переводилась не с английского оригинала, а с уже существовавшего на тот момент французского перевода. Именно благодаря французской транскрипции Лавлейс превратился у нас в лавеласа. Как это часто бывает с отрицательными персонажами, безнравственный, но обаятельный лавелас запал в душу читателей и особенно читательниц, гораздо сильнее, чем добродетельная Клариса, которую, кстати, Александр Сергеевич Пушкин в одном из писем называл «скучной дурой». Из английского романа Лавелас перешел в русский язык, утратив по пути все признаки имени собственного и превратившись в обычное нарицательное существительное, которое пишется с маленькой буквы и обладает формой множественного числа. Значение Алексея Малавелас – любитель ухаживать за женщинами, настойчивый волокита, соблазнитель. От него были даже образованы производные слова. Глагол лавеласничать, прилагательное лавеласовский, существительное лавеласничество. Любопытно, что в английском языке это имя нарицательным не стало. В русской же речи слово лавелас активно употребляется до сих пор, хотя о длинном и полном бесконечных рассуждений романе Ричардсона современный читатель, разумеется, не помнит. Русский язык – великий, могучий и черпающий свои богатства из мировой сокровищницы.